Войдя в культурно-спортивный центр Назарьевский, сразу погружаешься в атмосферу праздника. В фойе пестрая гастрономическая экспозиция праздничного осеннего стола. На нем все, что вырастили, собрали с грядок за урожайный год и приготовили бабушки и дедушки. Живописные натюрморты из садовых цветов и пшеничных колосьев, разносолы из погребов. Вы видите на эти столы, здесь сложно, наверное, оценить, кто из бабушек лучше, поэтому, я думаю, никого сегодня не обидим, мы отметим каждого участника этого замечательного конкурса. Дело в том, что это объединяет и пожилых людей, и им приятно друг с другом общаться. И действительно, это какой-то результат нашей совместной работы. Организаторы праздника превратили большой актовый зал в душевное и домашнее единое пространство. За накрытыми столами ветераны, дети войны, труженики тыла и пенсионеры со всех 14 населенных пунктов сельского поселения Назаревское. В такой непринужденной обстановке гости угощались, общались, слушали песни и подпевали выступающим на сцене артистам. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но не только раз в году местная администрация уделяет внимание людям почтенного возраста. Буквально несколько дней назад пенсионеры льготной категории вернулись из недельного отдыха в пансионате лесного городка. Там для них была приготовлена не только лечебная, но и насыщенная развлекательная программа. Концерты нам каждый день ставили, концерты, горбошка каждый день. Миша играл, Миша такой мальчик. На лыжах ходили, на столях лежали, бассейны были. В номере все, нам некогда было спать. Мы только с утра до вечера и пляшем, и играем. Очень все хорошо. Очень. Никогда, дочь, никогда этого не было. Могу на всю страну сказать. Эта благотворительная программа была приурочена к 70-летию Великой Победы. Во время совместного отдыха бабушки и дедушки перезнакомились и узнали друг друга поближе. Ведь некоторые из них даже не предполагали, что они оказываются соседи и живут в шаговой доступности. Я поздравляю всех-всех жителей, всех присутствующих здесь с этим днем. Но не днем пожилого человека, а с днем мудрости. Действительно, многим людям почтенного возраста обидно, что их считают пожилыми. Ведь они настолько полны сил и бодрости духа, что могут дать фору даже современной молодежи. Екатерина Старосветская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.